добрый вечер уважаемые коллеги сегодня мы снова с нами с вами посвятим время эндокринологии эндокринной хирургии и я сегодня остановлюсь на диагностике лечения агрессивных форм рак щитовидной железы и сегодня будет много ультразвуковых изображений думаю что кое-что новое даже те кто слушал наши предыдущие вебинары я думаю кое-что новое вы для себя сегодня найдете о чем мы сегодня поговорим в первую очередь будем о том что я понимаю под словами агрессивный рак щитовидной железы почему нам важно понимать каков он этот вид рака и как он отличается от того рака которым сейчас часто говорят что его не надо лечить о том что он не опасен и так далее там есть четкие достаточно признаки мы поговорим о том как на амбулаторном звене любому специалисту провести первичную оценку опасности опухоли несколько слов скажем об алгоритме обследования пациентов общей тактики лечения и поговорим о популярном раке фолликулярном с одной стороны таких агрессивных формах и об она пластическом раке особенно поскольку в лечение пластического рака в последнее время произошли серьезные изменения значит надо сказать следующее о том что у нас раков не так много щитовидной железе растет все раки имеют свой собственный риск смерти пациента то есть свою собственную опасность наиболее благоприятным является популярный рак риск смерти очень низок при мне кажется при правильном адекватном лечении умереть от популярного рака ну можно но сложно то есть если это не пропустили совсем то в общем как бы мало шансов я знаю не знаю может одного-двух пациентов кто скончался именно популярной карциномы фолликулярная карцинома бывает протекает крайне безопасная но и вы знаете все что сейчас очень много существует позиции что от фолликулярной опухоли не надо удалять да действительно там можно об этом много говорить но все кто оперирует много раков те видели именно фолликулярные раки которые проявляли себя очень активным отдаленным метастазированием и из тех случаев что я видел как плохие случаи наиболее опасно конечно было метастазирование в кости дальше надо помнить о том что если мы говорим о том от чего потенциально может умереть пациент то в первую очередь все-таки надо помнить о том что 36 процентов пациентов умирают от обструкции трахеи или пищевой допухолью или скрутить от кровотечения из крупных сосудов это очень серьезная вещь вторая причина смерти это метастазы в легкие в какой-то момент они тоже могут вызывать эти лектаза не могут вызывать кровотечение легочные это на поздних стадиях может являться причиной смерти ну и соответственно метастаза в головной и спинной мозг это следующая важная причина смерти пациентов заметьте здесь нет практически ничего допустим смерти от увеличенных лимфоузлов ну просто не встречается почему-то и не встречается первичная оценка опасности опухоли давайте поговорим сейчас будет большой блок ультразвуковых картинок я понимаю что среди нас здесь есть наверное сегодня хирургия есть среди нас сегодня и эндокринологи и есть врачи радиологи врачи в изи еще раз хочу сказать что для того чтобы правильничать опухоли щитовидной железы и эндокринологу и эндокринному хирургу датчик ультразвуковой в руки брать обязательно вы не сможете никогда достигнуть нормального понимания процесса если вы будете поручать смотреть щитовидную железу кому-то не будете смотреть ее сами но я хотел показать что терапия таргетная дает действительно нам просто огромные шансы но не у всех пациентов и при обязательном условии очень тесного контроля за пациентами тесно это означает но не реже чем раз в месяц никак но в целом надо понимать что он пластический рак как самый агрессивный из всех вариантов перестал быть окончательным смертельным приговором и эти пациенты обязательно должны быть полечены и я могу вам сказать что они конечно тяжелы для всех делений но если среди ваших пациентов вдруг увидите что-то вот такое черное страшное быстро растущие вы если знаете что ваша система в регионе не способна быстро отработать их пациентов быстро означает считанные дни нужно время 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 очень важно отсылайте их пожалуйста к нам вот мы займемся то есть для нас эти пациенты тоже большая нагрузка но как минимум это приятно когда удается что-то сделать для них